Привет всем, дамы и господа, меня зовут Алексеев, вы на канале ТРК. Мы продолжаем играть в X-Rebirth и у нас в принципе продолжение совместной операции с Республикой Кантар на атаку PMC, Плутархмайн Корпорейшн. Задачей нашей сейчас стоит разбить двигатели Тараниса, военного корабля PMC, но дальше как пойдет. Прежде чем начать атаку, я наверное сделаю одну маленькую вещь. Тут кораблики те летают, мне нужно с кораблем застройщиком связаться и чтобы он не простаивал, вызвать архитектора и отдать задачу на расширение, я думаю на расширение верфи БЛА, этап 2. В принципе да, 4 СК РП Турели заменить на количество 13, полностью вооружим, да это понятно, мне не жалко. В принципе все это у меня вроде как есть, пусковые установочки видробилок тоже и плазмы РП Турели тоже вроде как имеются. 360 энергоэлементов, обшивка, биоптическое волокнотир, ну да, пока я буду вести войну, наши ребята закончат, я думаю с постройкой следующего отсека нашей станции. Так, передо мной Хабуяса, 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 4 отряда Хабуясы и я думаю что нужно посмотреть как стреляет Нова. Я так понимаю что сопровождение, да, именно моего корабля, 4 отрядами Хабуяса и аккуратнее ребятки по Араун, это Сердце Альбиона, Араун Сердце Альбиона, а Хабуяса, насколько я предполагаю, относится к Республике Кантар. Так, там у нас ряд страж, они мне не особо важны, вообще нужно оценить обстановочку, ууу, а что это за станция такая, а, или что, ну да, это какая-то некая станция, вот тут уже война идет, А почему я не могу видеть, а, ну ясно, все это привязано вот к этому, вот, три отца, у Тараниса есть по 4 корабля, которые мы атакуем, три отца и еще 4, в общем истребителей достаточно много против нас, идут они на сближение, Араун получает урон по щитам, да, очень много кораблей, сейчас подлетят еще сюда мои два Тараниса, на прыжковый маяк, видимо, редкое тепло, что это за станция такая, это какой-то такой корабль мощный, Так, мне надо облететь Таранис с другой стороны и запулить ему Нову, этим я сейчас и займусь, Ух ты, ракетки, давайте, Нову пошла, подключено, Увеличиваем скорость, мне надо в двигатель попасть, есть, отлично, двигатель был уничтожен, с одной, с одной ракеты, О, так его полностью уничтожили здесь, Маканус Хиан, так, ну а теперь всю оборону, в принципе, нужно убить, Так, у меня молоты, да, да, молоты, разбиваем мелкие истребители, отлично, О, там еще один Таранис, Ускоряем ракетку, а вот это уже, видимо, нет, это Таранис, я думал, это Араун, снизим, 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 И я промазал, видимо, по двигателю, попал в борт корабля, что вот это за корабль, что это за, да, какие нафиг тут астероиды, Ускоримся, ух, сколько здесь силовых полей, сколько всего, да, это такая боевая станция, которая требует очень много всего, Ой, 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 щил с критикал, есть, 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 меня начинают стрелять, это плохо, надо разобраться, тут отлететь немножко, починить щиты, Дробилки, метеориты, у меня есть, все, отлично, сближаемся, стараемся, мансуем здесь, пока ребята заняты, ой, ой, стрельба продолжается, двигатель материи, антиматерии, один вроде поврежден, да, уничтожен, осталось второй, разбить, Отлично, а, Таранис полностью был, а теперь нужно уничтожить главный корабль, ага, корабли риверов идут еще, Вот еще один Таранис Ого, мы отступаем, оказывается Итак, Борман уходит, и у нас приказ отступать, И мы отзываем на нападение, возвращаемся в республику Кантар, обидно, в принципе, такие неплохие потери понесли Кантарская, как и Кантарская, так и Сердце Ребиона, но и Плутархманин тоже нормально так наполучал, и чувствую сейчас, Ара, он тоже погибнет Реоносец, легкий суд, там еще громила, это что? Или это вот это Араун Бормана? Вообще у него С.А. Араун назывался, да, да, стрельба, тут вообще жесть происходит, надо отступать, придержимся задания, не будем геройствовать, вернемся в республику Кантар Ну, парнишка тут, но получал Хабуяса, летит к Пылающей Короне, да Видимо, ориентируется Триад Страж Тоже Так, вот этих ребяточек, я думаю, мы сейчас Разберем Есть? Где еще один? Э, ребятки На меня атака Как бы идет Вы не хотите мне помочь? Ну ладно, я и сам справлюсь Ну, звездные вспышки На тебе ракетку Следопыта Отлично Что-то, ну, по-моему, еще что-то было О, за мной охота Эскадра За мной двигается Не-не-не, уходим в магистраль Не стоит сражаться Все отступают, ну и мы туда же Это у нас энциклопедия Энциклопедия, вступая против Плутарк Майнинг Корпораций Вышло так, что Плутарк победил в этой битве И захватили контроль над двумя секторами Но, как всегда, переоценили свои возможности Мы получили большинство людей Мы вернемся, чтобы мы не оставим кого-то Сейчас мы разберемся с ними Или же не разберемся Такими группами они летают По-3-4 Ой, я уж думал, это мой щит Неэффективен Так, минус 2 Сейчас еще один снимем Вот ты будешь нашей целью Нет, не ты, вот ты Отлично Развернул его Ривер Ты погибнешь в этом сражении, друг Я просто потерял два корабля Блин, где наш корабль? Ты не прыгнешь Вон там Еши ещё о чём-то говори... Ой-ой-ой. Разбивают. Альбионский скунс. Так, вот это мы заберём. Звёздные вспышки мне понадобятся. Вот этому парню мы зарядим ракеткой. Двумя ракетками. Вот этого попробуем уничтожить так. Так. Не, дружу. Ты уже в прошлом. Так, всё как бы с риверами покончено. Очень много кораблей-то потеряли. Хабуяса. Что ты здесь делаешь, друг Кантарская Республика? Раскалённое Марио. Мне нужно двигаться. Я хочу посмотреть, что здесь выпало. Нет, на радаре вижу. Нет, это картографические блоки. Это не столь важно. Не столь важно. Это тоже не столь важно. Куча обломков кораблей в космосе. Сухогруз. Маячками своими тут светят. Непонятно. Господи, сколько же здесь погибло людей. Столько обломков. Это всё когда-то были корабли снабжения и передвижения. Были уничтожены риверами. Ладно. Летим в туман печали. Действительно печаль. Чтоб Лутарх победил. Я думаю, мы сейчас им нашмаляем так неплохо. Но не получилось. Посмотрю задание. Как оно там. Брифинг в чём состоит. Битва за врата. Сложно защитить пылающие корона. Перегруппируйте войска после сражения и поддержите оставшиеся корабли. Суперман. Суперман. Двигатель матери. Пылающая корона. Да. Но получали. И теперь нам нужно эти группы сделать. То бишь перегруппироваться в пылающей короне в республике Кантар возле станции. Накана, видимо, будет недоволен. Но. Что делать? Сейчас мы починим скунса Альбионского, я думаю. Прямо на жилом комплексе. Установим обшивочку. И я бы хотел узнать, где мои и Таранисы, которым я приказал двигаться за мной. В частности, собственность. Так, цех, я тебя понял. Все. Нет у меня Таранисов больше. Да, действительно. Оба моих корабля пропали без вести. Странно это все. Они были уничтожены. Слава богу, индивидуальный приниматель не отправлялся на это сражение. Но вообще, на самом деле, это печально. Так, архитектор, покажи мне состояние ресурсов. Ни хрена, ты еще ничего не получил. Видимо, ты еще пока что. Сделано. Сделано сооружение. Так, начинается. Так, окей. Вернуться. Как там, бродяга с коробочкой и волокно, плазма, есть. Обшивка, есть. СКРП, турели, проектор силового поля, есть. Стивок с тремя установками, с биотическим волокном, тоже с энергоэлементами, даже, да, 360. Тоже, вроде как, есть. То бишь, все вещи, ага, термоядерных реакторов нет. Показать, да, термоядерные реакторы, термоядерные реакторы у меня где? Неужели не было их? И на стивке нету. Ох, ты, ешкин кот, перевозчик энергии, фетхельм, что добываете? Кремния руда, кремния руда. Ребятки, вам там добывать надо невидеум уже. Медир, тоже, патрулируемый занимается. Окей. Так, ну, вы снабжаете остальные. Я понял вас. Индивидуальный предприниматель, мне нужно кое-что от тебя получить, а точнее продать. Да, это термоядерные реакторы в количестве 28 штук. И продай, пожалуйста. Ага. Медицинские препараты, что, неужели не надо? Видимо, Окей, ну, хотя бы реакторы продаж, все остальное уже довезут мои перевозчики. Сейчас мы вернемся на корабль, не надо мне об этом напоминать, мне нужен инженер, который сможет альбиновский скунс починить. Блин, два тараница было потеряно в этом сражении. Это печально, на самом деле, надо было отозвать их и не идти в бой. Пусть бы там Борман разбирался бы со всей этой бригадой, а так получается, что они как-то куда-то прыгнули, их где-то уничтожили, я даже их и не видел-то в этом бою. Либо у нас их просто отобрали. Почему я склоняюсь больше, чем к потере его в бою? Как же ты далеко, инженер. Инженер, вот он ты, друг. Пилот, come and get some bargains for me. Мне нужно починить щит и корпус корабля. И тебе всего приятного. Торгуют с дронами, а есть ли здесь торгуют с оружием? Нет, здесь еще два инженера, офицеры обороны и тому подобное. Неужели торгов с оружием мы тут не найдем? Я бы хотел новым еще там завестись. Механик. Механик, ну все, ясно. Жилой комплекс. Счастливо оставаться. Мы летим во вслепительную истину. А точнее, правильно, в пылающую корону из бурого источника отправимся на Примикон. Как только индивидуальный предприниматель закончит свое дело, я оставлю его в секторе. Ой, нечаянно ударился в стеночку. Чтобы он ненароком ненароком не погиб. Отлично. Защитить пылающую корону. Батани, не все корабли вернулись. Некоторые могут прыгнуть в другом секторе. Мы проверим. Ага. То бишь, не все корабли вернулись. Мне нужно проверить, не прыгнули ли корабли к другому прыжковому маяку. А прыжковый маяк находится странно. Прыжковый маяк должен находиться здесь. Насколько я знаю. Да, здесь очень много хабуясы. И сердце Альбиона эскадра истребителей здесь находится. Ну, только мелкие корабли. Ни одного крупного. Ни одного крупного корабля. Ядрел и ложь. Плывающая корона. Ну да, маячок, вот он как раз таки находится. Странно, а куда же он? Ага, мне в седьмой типа в опаленную ауру могли прыгнуть. Так там же вроде как пусто. Ну что ж, проверим. Проверим. был ли прав Накана. Так, а это мы сейчас должны прилететь к к к к к Рустальному Замку, насколько я понимаю. Да, это треть нетла озера магмы. Первая, первый, бурый источник, совершенно верно. Да, хрустальный замок. А вот от него наверное все-таки в седьмой сектор. Назначение топка. Это что за корабль? Эсминец свобода раун. Ага, эсминец. Интересно. Что у тебя в трюме? 24 перехватчика и 30 боевых штурмов. Ну, такой довольно-таки вооруженный эсминец. Назначение топка. И причем из топки мне нужно будет лететь да, прямо в топку именно сюда. Жилой комплекс, учтитель воды. Странно, я думаю, выходить в седьмом придется. А, седьмой он по кругу да, обходит, поэтому все верно. Туда мне не надо. Нет, ты что болбодаешься? Ага. И нас отправляют вообще в другую точку назначения. Сейчас мы тут прочекаем торговое предложение на ВИМ. Ничего тут вроде нету. Что это такое? Пассажирский малогабаритный корабль. А задание у нас на сорвать подготовку к атаке. Нет, не надо мне этим заниматься. не хочу просто. Не до этого, друзья. На карте показать. Насколько я понимаю, у тебя запланированы маршруты. Почему-то еще не продал ничего. А там занят, наверное, бродяга с коробочкой. Маршрут не запланирован, но стыковаться у него задача ставит. Обшивка торговать. стыковаться. Ну, ясно. В общем, продажей все-таки занимаются. Связь, архитектор. Учетили уже передали. Ну, да, обшивку передали. Волокно реактором и всякую ересь стальную тоже должны будем отдать. Двигаемся в огненный властелин. В тот сектор, где мы обороняли добытчиков от атаки Плутарха и в тот сектор, где мы обнаружили строящуюся базу Сердца Альбиона и тот сектор, где находится прыжковый ворот в неизвестную нам систему, которые благополучно закрыты. Паровой поток стоит ли с рейверами разбираться рейверами не стоит Да, у меня назначение как раз таки к прыжковому маяку к воротам паровой поток там же и станция строится и причем она достроилась но не полностью только один отсек работает корабль застройщик что это что за корабль маячку надо смотрите это корабль застройщиков или что это вообще за корабли такие я первый раз вижу такие это явно не не альбионского производства неизвестный корабль молчат да нас заставили отправиться в систему в другую звучит как она как мы посмотрите эти города должно быть миллион на этой планете в системе Омикрон Лире она не знаю в какой стране Омикрон Лире когда дверь закрылся Борман сказал что были сообщения что террин силы уничтожили несколько органов систем Омикрон Лире защитные и строительные строительства были уничтожены они требовали обеспечения от Арган Приме ничего было слышно после этого wonder если и когда борьба остановилась И мы попадаем в Омикрон Диры Мы попадаем в Омикрон Диры Это Рено Тани, капитан Альбион Систем Альбион Это Вейс Адмирал Бейз Федеральной аргонной мави Добро пожаловать в Омикрон Лерей Мы надеемся, что вы сопротивляете по поводу наших вопросов Для предупреждения, вы будете оставаться на защиту Немного, адмирал Я и моим сопилотом Иша Таран Мы сделаем наше самое Главное слышать Вы говорите, что вы из Омикрон Систем Альбион Систем Альбион Систем Альбион Систем, где мы нашли, не Омикрон Систем, что это? Адмирал Это лит. Иша Таран Я служу в Омикрон Диры Омикрон Диры Систем называется Деврис Мы у нас в конфликт И они нужны вашу помощь В конфликт с чем? Как точно? Альбион Компания Плутарх Они осуществили силу от Аргенской войны Внешний, после захода «класс» Теперь они обрабатывают в Деврис А кто живёт в этой системе? Колонисты Они называются Кантеррэнцы Они называются «Альбионы» Они взяли с Альбионов И объявили нашу праву Есть также жесткая факция Немного называемых Ривер Ну, даже Риверы присоединились к Лутарху, вон оно как. Но... Еши тоже не всю правду говорит, она не говорит о том, что Кантарсы бывшие земляне, бывшие враги Омикрона Лиры и Аргонской Федерации. Да, молчи, говорить буду я, я понял. Угу. Вот. Хорошо, я счастлива, что мы не должны убить информацию от тебя. Вы можете найти это интересно. Операция Кантара, операционная терран-мин에게 позволять материалы для своих вооружений. Эта существия была нескорбленая месяцев до утра. Тр Panарса мировые крометы, с нижней战ами-миномцы. Они думали, что они безопасны в их небольшой обозвуживленный медной системе. Они просто улыбали мы не находимся в поле беременном раунд, когда у нас есть возможность. Угу, не будем начинать говорить про слова с раундом. Это хорошие люди. Мы сделали нашу жизнь, и они нужны вашим помощи. Арган и Терраны вместе. Они все нужны вашу помощь. Мы отправим корабли для обеспечения ситуации и защищать двери. Поехали, давайте с вами идти. Мы знаем системы, люди. Я извиняюсь, пока мы получим более осознанное, вы будете оставаться над guardом. Мы надеемся, что вы понимаете. Убирая двери открытия после всех этих лет, это момент. И мы, естественно, чувствуем, что мы должны употреблять внимательно. Я думаю, это ошибка. Если кто-то из твоих пилотов пристрелит на стороне неизвестного корабля, это может разогнать Терран конфликт. Вы думаете, что Терран конфликт не закончен. Но я могу уверен вам, что мы не хотим бороться. Есть что-то, что вы можете сделать, что помогает всем проблемам. Позвольте нам донунуть ваш датабас, и мы можем использовать его, чтобы контролировать систему и идентифировать ваших людей. Хорошо, мы сделаем его доступным. Спасибо. Мы отправим вам планирование в станцию Джон-Ферко, где вы сможете сдохнуть. Я уже сообщила вам, что вы на дороге. Позвольте заходить в систему, но для вашей безопасности не попытайтесь уйти в датабас. Я познакомлю вас, когда у вас есть дополнительные разведки. Бейз, отлично. Хм. Значит, адмирал Бейз, она же руководитель компании Аргонсу. Мы получили планирование в станцию Джон-Ферко. Я удивлена, что Джон-Ферко еще существует. Эта корпорация была часто сняла Терранами во время войны. Ты не грустен, что они не позволяют нам вернуть? Вернуть и что делать? Мы просто победили. Но все равно, посмотрите, где мы сейчас. Омикрон Лайри. Этот системы бороться от Терранов. Кто знает, что мы здесь найдем, чтобы использовать против Плютарка. Датабас. Да. Послушаем энциклопедию. Обновленную. Энциклопедия. Систем Омикрон Лумрей. Вместе с декадами, которые были неизвестны от своего мира Аргон-Прима, благодаря тем свящим планетам и системам, жизнь в Омикрон Лумрей превосходила почти нормально, после двери закрыты. Все стороны? Все они, что ли, которые были неmentsyles, В принципе... А не, это еще не все. В первом году Аргон-Популяция стала энтузиастико приносят восхитивной панели. Первая панель в 2973, кстати, связала их полноценную федерацию с имиджным системом, подвесленным зачитанным Xenon АИ. Взрывы that probably led над к вам. Ну это да, это мы видели в X3 Renunion, когда аргонцы воевали с ксенонами и хаками, когда хакские были, да, корабли. Итак, что ж, мы в омикроне Лиры, Адмирал Бейс запретил нам приближаться к прыжковым вратам в систему Дефриз, до выяснения намерений наших союзников Кантаров, да, разрешила нам полную свободу по системе, ее изучение омикрона Лиры, и рекомендовано настоял на том, чтобы мы соединились с станцией Джон Ферко, находящейся в данной системе. Тут перекресток оказывается, да, где прыжковые ворота, то есть во все стороны можно двигаться. Вот, Еши в принципе согласилась с этим и Рен был против того, ну не то чтобы против, а принял такую сторону, как почему Еши не хочет вернуться обратно, на что Еши ответила, что смысла нету, так как мы потеряли крупнейшее поражение от Плутарха, а здесь мы можем обрести новые технологии, новые вооружения для борьбы с ПМС. Вот такие вот дела, и что нас ждет впереди, я абсолютно не знаю, но назад пути нам, путь закрыт, до выяснения обстоятельств, так что наша станция будет работать в автономном режиме, надеюсь, индивидуальный предприниматель сейчас прибудет к нам. Зайцев, он продал термоядерные реакторы, корабль-застройщик на данный момент должен быть обеспечен всем необходимым, ну по крайней мере на его кораблях поддержки все необходимое должно быть, и рано или поздно это все перегрузит ему. Энергоэлементы сами контарцы привезу, мне теперь важно знать, что статус, какие отношения у нас с... А мы типа еще не знаем о Аргонской Федерации и о ее корпорациях, давайте узнаем. Сонра Энерджи, корпорация, видимо, по производству энергии в Омикроне Лире, база принадлежит... Станция принадлежит, я думаю, той же самой корпорации, хотя... Мегафабрика элементов, да, фабрика элементов, производящая ту самую энергию. Отлично, узнали немножко о рейтрансляторе, сейчас получим необходимую информацию о ее торговых предложениях, и, возможно, все будет хорошо. Хорошо, что то, что Омикрон Лиры тоже является довольно-таки крупной системой по производству всего необходимого, это богатая система, когда-то была второй столицей после Аргон Прайма, может быть, она и такой является, но во времена земного конфликта была отрезана от главной республики Аргонцев, но являлась автономной. Так, отлично. Что нас еще интересует здесь? Адмирал Бейс не особо доверяет Кантартцам, они были, понятное дело, землянами на стороне земного конфликта, на стороне землян, и являлись добывающей колонией для обеспечения всем необходимым флота земли тиранов. Так, что у тебя здесь за задание? Сорвать подготовку к атаке легко, можно набить немного сейчас репутации, это все, конечно, хорошо, но стоит ли? Так, что здесь известно о данном секторе? Есть еще одна станция, это как раз-таки перезарядка энергии, то бишь топлива и тому подобное. Давайте мы до нее долетим. Да, этот сектор относится к энергодобывающей структуре. Летим мы сейчас не туда, нам вон туда. Ближе к планете, довольно-таки приятного вида планета, приятного вида сектор, нету этих солнечных блесков, ослепительной истины. Нет, перевозчик мне не нужен, перевозчик оружия, Джон Ферко, Space System, Джон Ферсон перевели, но он Джон Ферко, это, видимо, является завод перезарядки элементов, да, это он самый. Надо бы здесь получить скидку, потому что наши корабли, да, вот уже скидка получена, будут довольно-таки часто, я думаю, здесь заряжаться. Так что, важно знать о ней, об этом заводе побольше. Есть две батареи, в принципе, обороноспособная такая, довольно-таки, станция. Так, что за враги? Что за враги? Нет, это пассажирские корабли, трогать их не стоит. У меня нет лицензии пока что, не используем. Да, индивидуальный предприниматель, вместе со своими чоповцами, уже прибыл, но пока что только главный корабль. Чоповцы еще... Блин, всего лишь 25% я изучил от станции, что очень странно. Она не такая уж и большая, чтобы... Чтобы иметь много вот таких вот отсеков. Ну, имеет, между прочим. Что мы еще не знаем? Вот здесь вот кусочек. Остался тут. Так, и между тем 45% уже. Давайте узнаем о торговых предложениях. Получает энергоэлементы. И вот здесь еще кусочек. Я бы, конечно, мог это сделать ДВУ-созерцателем. Выявить информацию. Так, присмотры за соседями. Это патрулирование. Это не интересует. И да, рейд-транслятор это самый, по-моему, важный элемент. На станции АЕЕ 55%. Ладно, думаю, этого достаточно. Остановить экономический шпионаж. Так, это интересно. Вознаграждение небольшое. Аргонское правительство выдает это задание. Посмотрим. Расскажи нам побольше. Уничтожить дроны, взломывающие станцию. Окей, это не... Ну, то бишь, как объяснить... Нету другой организации, которой бы мы смогли подпортить репутацию, поэтому я соглашусь. Уничтожить атакующие дроны, они Ага, нет, корпорация Аквариус. Зря, наверное, все-таки сделал. Это шпионаж. Но, так как это выдало аргонское правительство... Все, мы подняли репутацию, получили деньги с аргонским правительством подняли репутацию. Но, с аквариусом подпортили отношения. Да. То бишь, она и поднялась, и опустилась. Интересно. Ой, еще одна батарея. Опа, а это кто? А, я понял. Я не трогаю вас, ребят. Я лишь выполнял задание вашего правительства о шпионаже. пока с ними плюс пять. Лучше. Лучше пока не делать ничего противозаконного до выявления противников. Как только мы о них узнаем, тогда будет получше. Можно выполнять доставки курьерские. И сколько здесь вообще предпринимателей я тоже пока не знаю. Но уже известно о трех. Так, четвертый сектор, в который мы приплыли. Стыковка с Джонфер к центру высокой энергии. Жемчужный берег мы находимся здесь. Завод металл... Ага, и это как раз-таки вот та самая корпорация Аквариус принадлежит эта станция. А вот с вами бы, да, я действительно бы хотел бы заключить... выполнить пару миссий, теперь уже получив репутацию от вас. А то как-то получилось так, что аргонское правительство что получается, воюет с вами? Интересно. Ага, но тут есть и вторая станция. Станция Джонферко. А вот станция Джонферко принадлежит Джонферко Space System. Все мы нейтралы по отношению к ней завод высокой энергии. А, центр высокой энергии. Причем они термоядерные реакторы скупают, генеракторы, регуляторы плазменного потока, то бишь... А что же вы производите, ребята? нет. не карта сектора, карта зоны. Завод металлоконструкции, ясное дело, производит. Кремниевые пластины очищенные металлы, это то, что производит и наш цех БЛА. и завод высокой энергии. Это он покупает, нет, это он продает, да, 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 ну, это хорошо, это очень хорошо, а скупают очень много медицинские препараты ему нужны, но на них не очень богатые слитки невидеума нужны, вон оно, наркотики, много чего, понятно, Джон Ферко такой интересный. Ладно, отправимся навстречу, узнаем, я бы, конечно же, сделал бы кружок по сектору, поэтому полностью по микрону лиры и систему эту узнал бы получше, так как мы только видим, да, можно вот сюда отправиться, пока мы ничего о ней не знаем и вот это вот невладение информацией меня беспокоит. Может быть, я это и сделаю не на запись, но это потом. Пока что надо узнать, что же хотел от нас Джимми Томпсон, видимо, да, с которым нужно поговорить. Это менеджер данной станции. Привет, дружище. Бар там, а там тогда что? Инженер, поставщик оборудования, не интересует. Мощный такой солдат. Вооружение, прицелы, гостри контролст. Что здесь есть интересного? Ага, это, видимо, инженерный отсек какой-то. Здесь тоже можно куда-то пробраться. Хочу я узнать, куда. этот ящик скрыть нельзя. я уже думал лифт, но нет. Так, закрыто, запечатано. Интересно, такая станция. Такой я не был. В Omicron такие высокие технологии всего. Здесь тоже не открывается. Понятно. Опа, зайдем. Хлебанем. Механик мне не нужен, мне бы торгулить с оружием. Опа, неизвестно нам. Клео, Келар. Не-не-не, спокойно, я думаю, с тобой мы еще поговорим в ближайшее время. Вербовщик. Курдовец дронов. И вип-зале у нас ювелир сидит, а вот торгует с оружием. То, что нужно. Относится к органскому правительству. Купить три новые. Спасибо. И купить дробилочки. Возьмем десяточек. Доберем метеоритов десяточек. Так, следопыта 15, звездные вспышки я бы вообще продал. Следопыта добрал бы до двадцатки. Вполне. Шершень, трейстар останется так, как есть. Спасибо всего тебе тоже хорошего. Движемся к Джимми Движемся к Джимми Я уверен, что они просто не хотят никаких проблем. Ну, ты уже возникал вопрос. Компания Фирко его же самовыгана в тебя интересную. Ты не хочешь его ждать. Что он может быть из нас? Редактор с вами, что ты из Альбион. Компания Колбурн уехала близкими друзьями. Я думаю, что это должно быть что-то связано с этим. Может быть, больше к этому, но это не для меня знать. На другой стороне этого дворца, там война. Я не знаю, что если мы намеемся, чтобы помочь старого мужчину... Возвращаясь к нашим друзьям, которые только вчера могли бы выстрелить на нас. Ты новая, поэтому я вам даю несколько советов. CEO Колбурн является самым мощным человеком в системе. Да, есть у нас на войне и украинской федерации, но они вам не будут удачи, не без большого цену. Мы взялись на вашу корабль, the Albion Pride. Некоторые говорят, что это историческое тренаж, а не корабль. Как мы сделаем несколько новостей украинских украинских украинских? Светлана, не могу ли я сказать нет? Смотри, расскажи, где найти этого колбурна. Нет предпочтений, что мы идем прямо на улицу. У нас был тяжелый день. Мы понимаем, информация сейчас будет оплатана. Будьте внимательны. Нужно поговорить, видимо, об улучшении, да, он механик, об улучшении нашего вооружения, Клео Джимми Томпсон решил подмазаться к нам, хотят они получить больше информации об Альбионе, а точнее главный директор, генеральный, который является один из самых мощным, влиятельным человеком, видимо, в Омикроне Лире, заинтересован в нас. Ну что ж, посмотрим, что может предложить нам Клео. Ну уж, переделать кабину я точно не хочу, а вот купить двигатели. Скидку 40% он предлагает на них, но, дружище, мой двигатель намного лучше, чем то, что ты мне можешь предложить. Маневровый МК-4 со скоростью 220 и великолепным стрейфом получше будет, чем то, что ты предлагаешь. Ну, форсированный понятно, у скорость больше, но очень слабая маневренность, так что нет. Щиты у нас стоят, может быть, оружие? Нет, он нам предлагает только... Только щиты. До свидания. Вернуться на корабль и, видимо... Привет, пилот, представь, что у меня есть для тебя. Покажи мне твои оружия, пожалуйста. Покажи мне твои оружия, пожалуйста. Покажи мне твои оружия, пожалуйста. Ну что ж, спасибо, увидимся. А может быть и нет. На этом серии я закончу. Ну и продолжим уже наше путешествие по Омикрону Лире в следующей серии. Сейчас брифинг посмотрим, что там у нас с Омикрон Лирой. Вернуться на корабль. Исследуйте Омикрону Лиры, процветающую систему Аргонской Федерации. Поговорить с Джимми Томпсоном мы выполнили. И теперь мне нужно вернуться на корабль, видимо, отправиться к Генеральному. Это на что я только что потратил? За расходное, за расходное. Это, видимо, наши корабли доставили. За что я только что сейчас плачу деньги? А, все, я понял, получено. Это баганула продажа моя с торговцем оружия, видимо. И только теперь отъехала. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.